Здравствуйте! В студии Артём Тарасов. Первую попытку законодательно регулировать деятельность учёных предприняли участники Донского юридического форума. Гость программы, заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова. Ирина Валерьевна, здравствуйте! Я рад вас приветствовать в нашей студии. И для начала, для понимания нашей аудитории, я предлагаю посмотреть сюжет. Наша телекомпания делала материал об этом событии. И, как говорится, внимание на экран. Уникальность 4-го Донского юридического форума в том, что на нём впервые заговорили о совершенствовании федерального законодательства. Раньше занимались только областным. Участники – лучшие донские юристы и адвокаты, судьи, законодатели и учёные. Стартовал форум обсуждением проекта областного закона о деятельности органов государственной власти в научной и научно-технических сферах. Это первая попытка законодательного регулирования данной сферы. Здесь не очень много полномочий есть у субъектов Российской Федерации, но, тем не менее, есть возможность установить и дополнительные приоритеты в научных исследованиях, и поддержать те научные организации, тех учёных, которые занимаются развитием науки. После презентации проекта «Активная дискуссия» представители науки считают, что новый закон должен поддержать молодых учёных, укрепить международное сотрудничество и признать науку приоритетной областью. Основная тема обсуждения форума – как сделать так, чтобы федеральное и региональное законодательства взаимодействовали с максимальной пользой. Специалисты делились свежими идеями, рассказывали об актуальных проектах. Всё это должно иметь значение, в том числе для повышения правовой культуры населения, граждан всей нашей области. Один из ключевых вопросов форума – повышение качества юридического образования. По мнению авторитетных юристов, качество в данном случае напрямую зависит от количества. В СССР, например, было всего 52 юридических вуза, которые выпускали крепких профессионалов. А в 90-х стало больше полутора тысяч, что заметно снизило профессиональный уровень. Благодаря усилиям ассоциации, юристов, в том числе и Ростовской области, мы сумели добиться того, что на сегодняшний день количество таких вузов где-то порядка 700. На наш взгляд, оптимальным для страны является количество где-то порядка 300-350 вузов. Организаторы форума обещают, после его работы как местное, так и федеральное законодательство ждут серьезные изменения. Галина Горлова, Дмитрий Романченко, ДОН-24, Ростов-на-Дону. Благодарю наших коллег за предоставленный материал. Ирина Валерьевна, посмотрели мы сюжет. Вот что можно добавить к сказанному и о чем конкретно говорили, я имею в виду сейчас о модернизации, как я понимаю, законодательства в плане работы ученых, научно-технической сферы. Вот что можно добавить, каких изменений и когда уже может быть ждать? Ну, прежде всего, я хотела немножечко вас поправить в отношении предмета регулирования этого законопроекта, о котором мы говорим. Он ни в коем случае не регулирует деятельность ученых или научных организаций. Эта деятельность, безусловно, творческая, она не подлежит какой-то регламентации. Ну, за исключением уже устоявшихся, да, общепринятых норм. Речь идет о регулировании деятельности органов государственной власти, имеющих полномочия в этой сфере. А, в общем-то, полномочия важны, их не так много, но они существенные. Первая полномочия – полномочия координировать деятельность научных организаций, представителей бизнеса и органов государственной власти для достижения единых целей, в том числе в области научной сферы. Ну, в частности, выделять наиболее приоритетные научные направления для нашего региона и, соответственно, их поддерживать, в том числе и финансово. И отсюда возникает и вторая сфера, очень важная, сфера поддержки молодых ученых, научных коллективов, приоритетных научных организаций и так далее. Вот, собственно, эти основные задачи заложены в законопроекте. Ну, мы обсудили этот законопроект, это нулевые чтения, он пока еще не внесен, действительно, он еще пока даже не родился. Это еще на стадии как бы зарождения вот эти публичные обсуждения прошли. И мы уже получили очень много замечаний, замечаний, конструктивных предложений. Ну, в частности, была высказана идея о необходимости развития межрегионального научного сотрудничества, международного научного сотрудничества, выделения определенных форм поддержки ученых, в частности, поддержки молодых кандидатов и докторов наук, исследования которых могут быть внедрены в экономику. То есть вот не всех подряд, а те, которые будут интересны для экономики региона. Надо сказать, что на сегодняшний день эта сфера урегулирована на уровне подзаконных нормативных актов. У нас действует постановление правительства Ростовской области, соответствующие акты есть. Но вот то уже, что было сказано, это первая попытка систематизации, да, вот обобщения существующей нормативной базы, ну и придания более серьезного, такого более высокого, весомого нормативного значения. Также я знаю, что один из ключевых вопросов был это повышение качества юридического образования. Вот здесь, что бы вы хотели добавить и выделить? Я хочу сказать, что мы не первый раз обсуждаем эти вопросы, на форуме традиционно этот вопрос поднимается, но в частности, если говорить о повышении качества, надо, наверное, мы проинформировали прежде всего общественность о тех изменениях, которые уже произошли. В частности, с 1 сентября этого года упраздняется на территории Российской Федерации заочная форма обучения, подготовки юристов, если это образование получается впервые. То есть заочная форма остается только для тех лиц, которые имеют уже первое высшее образование, вот для них такая форма сохраняется, для всех остальных упраздняется. Это существенное, очень существенное изменение, которое затрагивает абсолютно всех. Направлено оно, конечно, прежде всего на повышение качества юридической подготовки, то есть мы постепенно приближаемся вот к аналогу, наверное, медицинского образования, где тоже заочное образование отсутствует, заочная форма обучения отсутствует. Что, на мой взгляд, безусловно, положительно скажется, давно об этом юридическое сообщество говорит, вот, наконец-таки, мы этого дождались. Кроме того, мы обсуждали новые... Это вот будет со следующего года или уже с сентября? Вот с сентября 2017 года, да. То есть набор в этом году уже завершен. То есть в этом году уже набора не будет на заочное образование, будут доучиваться те, которые учились. Также изменяются стандарты, по которым проходит образовательная подготовка будущих юристов. Но самое важное здесь, ключевое значение приобретают так называемые профессиональные стандарты, разработанные работодателями. И вот серьезная проблема не только для юристов в Ростовской области, но и для всей России серьезная проблема состоит в том, что сейчас образовательных стандартов практически, вернее, профессиональных стандартов практически не существует. Разработан только один профессиональный стандарт в сфере судебной экспертизы. Эксперт-криминалист. Все остальные виды юридической деятельности, к сожалению, пока не обеспечены вот этими профессиональными стандартами. Что это означает? Это означает, что есть запрос от образовательного сообщества, запрос, адресованный работодателем, о том, какими должны быть юристы, выпускники на выходе из вуза. То есть какими компетенциями, какими знаниями, какой квалификацией они должны обладать. Правильно, чтобы не учить всему, а учить конкретно, что необходимо. Совершенно верно, чтобы они могли прийти в организацию и сразу же встроиться в текущий ритм работы. Это запрос, адресованный работодателем. И, соответственно, работодатели должны сформулировать задачи, основные вот эти черты профессиональных стандартов. Ну, запрос есть, но пока, к сожалению, нет ответа. Ответа. Да, поэтому на форуме мы обратились с высокой трибуны, обратились ко всем работодателям. У нас на форуме принимали участие представители всех организаций, которые принимают на работу юристов. Обратились с просьбой о помощи. А ответ куда нужно этот присылать? Занимается разработкой профессиональных стандартов, занимается в том числе Ассоциация юристов России. Вот отделение, которое координирует деятельность высших учебных заведений. Ну что ж, это очень интересно. Я надеюсь, что все-таки ответ не заставит себя ждать, потому что от этого зависит, собственно, и состояние нашей экономики. Сейчас от форума, скажем так, небольшой скачок в прошлое. Я знаю, недавно наши законодатели, донские депутаты общались с полицейскими донскими и обсуждали вот такую непростую тему, как профилактика наркомании. Вот в этом вопросе мне интересно, солидарна ли позиция в плане, как бороться с этим злом у депутатов и полицейских? И, собственно, каким выводом, итогом в результате общения пришли? Речь идет о расширенном заседании комитета по законодательству, где мы действительно поднимали эти вопросы. И вот основная цель нашей встречи была не просто обсудить эту проблему, наличие ее никто не отрицает, но выработать вот те реальные механизмы, которые можно было бы воплотить как в региональном законодательстве, так и на федеральном уровне. Мы обсуждаем повестку и нашего региона, и в том числе изменения федерального законодательства. И был выдвинут действительно целый ряд предложений, очень интересных, ну в частности, допустим, на федеральном уровне, простите, на региональном уровне было предложено вынести соответствующие изменения в закон об административной ответственности в Ростовской области и выделить самостоятельную статью, вводящую административное наказание за нанесение несанкционированных надписей на фасадах домов, запорах, зданиях, сооружениях и так далее. Почему? Потому что, ну, помимо того, что они там портят внешний вид городской среды города, очень часто мы видим, что эти надписи попросту рекламируют продажу наркотических средств, указываются соответствующие сайты. Ну, то есть эта информация, она, конечно, должна быть, с этим надо бороться. Очень много волонтеров, я знаю, в Ростовской области, которые занимаются, и депутаты активно занимаются вопросами уничтожения этих надписей, но ответственности, как таковой на сегодняшний день, к сожалению, пока нет. И вот эта ответственность, она планируется, какой она будет в материальном эквиваленте? Это будет штраф, безусловно, это административная ответственность. А увеличину еще называть рано? Пока сложно обсуждать, пока мы только заручились поддержкой правоохранительных органов, заручились поддержкой общественности, пока обсудили это как идея. Но сейчас можно говорить, что этот штраф не будет маленьким, то есть это не будет тысяча рублей, полторы тысячи рублей? Мне сложно опять об этом говорить, да, потому что на региональном уровне мы не можем перешагнуть тот предел штрафа, который, допустим, для физических лиц установлен на федеральном уровне, да, на федеральном законодательстве, он не может быть выше пяти тысяч рублей. То есть это предел, в размерах которого мы можем иметь, реализовать свои полномочия. Ну, получается, здесь пять тысяч рублей, на самом деле, для борьбы с такими вещами, это не сумма. Мы, наверное, с вами это понимаем. И, скорее всего, придется обращаться и в Государственную Думу, получается, чтобы для более эффективного решения этого вопроса. Мы ждали вас давно. И одна из тем, тоже не менее актуальных, сейчас, по крайней мере, Ростовская область входит в десятку регионов, где очень популярны и активно развиваются микрофинансовые организации, которые выдают быстрые займы под очень высокие проценты, порою аж до 800 процентов, может доходить годовых. Я знаю, вы были в Совете Федерации и приняли участие в дискуссии как раз-таки на тему правоприменительной практики, регулирования деятельности вот таких вот организаций. Какие конкретно вопросы там поднимались и, собственно, о каких уже практических решениях можно сейчас говорить и когда? Да, эта проблема действительно актуальна для Ростовской области, входит не только в десятку наиболее активных регионов, но, к сожалению, еще и входит вот такой негативный перечень токсичных территорий, где большой процент обманутых дольщиков есть. Да, ну, дольщики здесь неправильно, все-таки обманутых, давайте, заемщиков, да? Да, потребителей финансовых услуг, большой процент обманутых потребителей финансовых услуг, и, конечно, для нас эта тема очень актуальна, вот на том круглом столе, о котором вы говорили, потом большой резонанс был, очень много к нам обращалось, в том числе и с разъяснениями. Значит, что конкретно, о чем конкретно нужно сказать? Ну, во-первых, на слушаниях в Совете Федерации обсуждалось два момента. Во-первых, принятие, возможное принятие закона о финансовом омбудсмене, это уполномоченный по защите интересов потребителей финансовых услуг, и второй вопрос о введении стандартов деятельности микрофинансовых организаций, что, на мой взгляд, тоже очень важно. Ну вот, если позволите, со второго вопроса по поводу стандартов, да? Что на сегодняшний день уже сделано? Во-первых, на сегодняшний день действует предписание Центрального банка о том, что все микрофинансовые организации должны входить в саморегулируемые организации, то есть объединяться в саморегулируемые организации, что очень важно. Если микрофинансовая организация туда не входит, она может осуществлять свою деятельность только в течение 90 дней. После этого лицензия у нее отбивается, да, и, в общем-то, деятельность ее прекращается. Это создает дополнительные гарантии и для вкладчиков, и для заемщиков, для всех потребителей финансовых услуг. Во-вторых, разработаны проекты стандартов, причем разработаны уже самим сообществом микрофинансовых организаций, в частности, и в настоящее время они находятся на согласовании в Центральном банке. Значит, таких стандартов три. Наиболее важное значение имеет стандарт деятельности или стандарт защиты прав интересов клиентов микрофинансовых организаций. В частности, что в нем прописано? Прописано, что микрофинансовая организация не сможет выдавать более 10 кредитов в одни руки в течение года. Речь идет, конечно, о краткосрочных кредитах. Далее, вводится обязанность для микрофинансовой организации все переговоры с клиентом записывать, вести запись этих переговоров и хранить их в течение полугода. Далее, микрофинансовая организация обязана информировать вкладчиков, клиентов, заемщиков о всех услугах, в том числе и тех, которые дополнительно предлагаются за дополнительную плату, что очень важно. То есть разъяснять все тонкости начисления процентов, вот вы сказали, что до 800% годовых находится, но это как раз-таки те нюансы, которые не сразу видны потребителю добросовестному с самого начала. Ну и что самое важное, и до этого момента, конечно, это революционное такое введение, если оно будет принято, то, что микрофинансовая организация при выдаче займа должна оценивать кредитоспособность заемщика. То есть если сейчас получает, займ получает человек, просто предоставляя паспорт, не предоставляя каких-то свидетельств об источнике дохода, об имуществе, которое могло бы быть использовано для погашения, да, вот, ну, просто паспорт и все. То теперь вводится вот это ограничение, и микрофинансовая организация обязана будет изучать в том числе вот и кредитные возможности, в том числе и возможности погашения кредитов. Конечно, это удлинит процедуру во времени выдачи займов. Мы уже не сможем, наверное, говорить о том, что выдача моментальная, да, потому что какие-то дополнительные документы требуют. Но, тем не менее, это повысит, безусловно, защищенность самих потребителей, в общем-то, ради чего это и затевается. Но еще раз оговорюсь, это все-таки проекты стандартов, то есть пока мы не говорим о том, что это акт какой-то, который вступил в силу. Я понимаю, вы сказали, что он находится на согласовании от Центробанка, и, в принципе, есть информация, как долго Центробанк будет согласовывать, есть ли у него ограничения какие-то временные на это согласование? Сложно ответить на этот вопрос, но вот на тех слушаниях, где я принимала участие, в Совете Федерации были представители Центробанка, которые заявили о том, что в течение этого полугодия, первого полугодия, то есть до июля месяца, эти стандарты должны быть приняты. И я сегодня, готовясь вот к нашей встрече, зашла еще раз на сайт Центробанка, где, в общем-то, информация подтверждается о том, что в течение полугода. Ну, будем надеяться. Вы уже упомянули о том, что в Совете Федерации шла речь и о создании Института финансового омбурсмена. И сейчас небольшая цитата из вас. От 28 марта этого года даже сравнительно простые финансовые продукты могут оказаться сложными для граждан, у которых отсутствуют элементарные финансовые знания. Это, в свою очередь, приводит к многочисленным злоупотреблением со стороны организаций, о которых вы говорили. И помочь в этом деле, по мнению участников, в частности, круглого стола, который проходил здесь и в Совете Федерации, может как раз-таки появление этого института. Какие, для понимания наших телезрителей, задачи в первую очередь будут ставиться перед финансовым омбурсменом? И когда, собственно, ждать появления этого института? Ждем уже достаточно давно, потому что уже несколько лет идет дискуссия по этому поводу. Но очень маленькими шажками продвигаемся в этом направлении. И в настоящее время соответствующий проект федерального закона находится в Государственной Думе. Он прошел первое чтение. И, в общем-то, ну, наверное, ждать осталось недолго. Так, ну, сложно пока предположить. Вот на сайте Государственной Думы, опять же, срок обсуждения этого закона висит статус «Дата не определена». Но, тем не менее, вот я знаю, что позиция, высказанная, допустим, Центральным банком, она очень поддерживает Центральный банк принятия этого закона. И что самое важное, наверное, да, финансовые, уполномоченные по правам потребителей финансовых организаций, здесь не только микрофинансовые организации. Это все организации, это и кредитные организации, и банки, и страховые компании, и депозитарии, и микрофинансовые организации. Это достаточно широкий спектр субъектов и участников. Вводится, ну, планируется, да, проектом этого закона введение дополнительного института, общественного института, который мог бы составить определенную альтернативу досудебного урегулирования споров. То есть, если возникает спорная ситуация между вкладчиком или потребителем финансовых услуг и кредитной организацией, у потребителя теоретически есть выбор обращаться за защитой своих прав в судебном порядке, либо к финансовому омбудсмену. В том случае, если потребитель примет решение защищать свои права вот в таком внесудебном порядке, ну, пока сейчас в проекте существует ограничение. Спор не должен, сумма спора, о котором идет речь, не должна превышать 300 тысяч рублей. То есть, все то, что свыше в судебном порядке, 300 и ниже тысяч рублей на рассмотрение в рамках... Это вот предполагает потенциальный институт финансового омбудсмена. У меня такой вопрос. Есть же медиаторы, медиация, которая тоже предусматривает досудебное решение финансовых, различных экономических споров и конфликтов. То есть, здесь, получается, как будут с медиаторами общаться? Ну, медиаторы – это немножко другая сфера. Ну, чтобы понятна была разница. Медиаторы занимаются урегулированием конфликтов, профессиональным урегулированием конфликтов и недоведением этого конфликта до суда. То есть, нахождение компромисса профессионального путем каких-то уступок и так далее. Все-таки институт уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг предполагает, что его решения будут иметь силу решения суда. Вот в том случае, если к нему будут обращаться. И он будет наделен соответствующим полномочиям. Правильно, до 300 тысяч. Разница только сумма. Ну, и, естественно, это не может быть каким-то жестким, единственным институтом защиты прав. Поэтому предлагается альтернатива. Либо в суд, либо к омбудсмену. Что еще на финансовый омбудсмен? Предполагается, что это будет такой серьезный механизм финансового и правового просвещения. Потому что вы сказали об этом, и на всех площадках, в общем-то, мы говорим о том, что проблема потребителей финансовых услуг состоит прежде всего в их неготовности, ну, может быть, разбираться самостоятельно вот в этих тонкостях. Ну, вы сейчас говорите о повышении финансовой грамотности. В прошлый раз мы говорили, в принципе, о повышении правовой грамотности, но это как частный случай. И это тоже полностью, эта задача ляжет на этот институт. Правильно так? Эта задача в том числе будет лежать на этом институте. Но помимо этого института разъяснением вопросов, связанных с финансовой грамотностью, занимается, конечно, еще и Роспотребнадзор, и большинство общественных организаций. Ну, я знаю, вы этим занимаетесь. Мы занимаемся в рамках дней правового просвещения. Кстати, в этом году мы впервые провели такие площадки, и было очень много желающих, которые получили реальные консультации, реальную помощь. Но, как я понимаю, то есть меньше консультаций не станет, когда появится этот институт. Это все останется на прежнем уровне, я имею в виду количество консультаций от Роспотребнадзора, от законодательного собрания. То есть плюс еще в помощь появится вот это. Конечно, но мне кажется, их должно быть больше. Потому что чем больше возможности получить грамотную консультацию, юридическую или финансовую, тем, соответственно, больше гарантия, выше гарантия. И в завершение осталась буквально у нас минута. Сейчас, если у кого-то есть вопросы, а у нас беседа такая сегодня разноплановая, и каждый из вопросов, которые мы сегодня поднимали, он касается на самом деле практически каждого, особенно этот. Если сейчас кому-то что-то неясно, кому-то что-то непонятно, куда он может обратиться, вот если касаемо финансовых услуг, оказания финансовых услуг, если он с чем-то не согласен человеку? В настоящее время можно обратиться во все наши центры действующие правовой и бесплатной помощи, которые действуют в рамках Дней правового просвещения. Вот только что эти дни завершились. Следующая серия Дней правового просвещения состоится в ноябре-декабре. По всем вопросам, я думаю, что можно обратиться в Роспотребнадзор, где, в общем-то, профессиональные консультации окажут. Также, я думаю, можно обратиться к адвокатам, занимающимся и специализирующимся на этом направлении. Но, к сожалению, пока института финансового бутсмена нет. Но мы его с нетерпением ждем. Мы ждем не только мы, его ждет вся Россия. Ирина Валерьевна, я благодарю вас за содержательные, интересные и информативные ответы. Спасибо. И ждем вас тоже вновь в нашей студии, потому что я вижу много планов, но по срокам пока еще мы не определились, когда что появится. И как только, так сразу приходите, и с удовольствием мы это будем обсуждать. Спасибо. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем программы сегодня стала заместитель председателя законодательного собрания Ростовской области, председатель комитета по законодательству Ирина Рукавишникова. В студии был Артем Тарасов. До встречи.